Всем привет дорогие друзья, всем привет любители АФКшечки, с вами Йорн и сегодня мы будем обсуждать экспедицию 7-дневную на тестовом серваке, которую запустили 29.03. В общем а-ля охотничьи угодья. Данную экспедицию запустят у нас уже после патча 1.60, я думаю письмо счастья прилетело, просто посмотрите, зачекайте и все вам станет понятно. Пред регистрации в этой экспедиции нет, поэтому в эту дату вы будете залетать в 3 утра по Москве, у кого-то это совсем другое время, у меня было 5 утра. Ну а дальше будет твориться в обханале, и я все вам расскажу и покажу, все правила, также 3 варианта развития событий, как можно забрать награды, каких героев лучше качать и какие будут более приоритетны у вас, ну и исходя из этой инфы вы уже будете во все оружие, так что смотрите видео до конца. Ну и на правах рекламы хотел бы рассказать друзья, что во первых у меня в описании все полезные ссылки, есть также дискорд сервер, который мы создали, есть также разбор аккаунта и ссылка на эмулятор Bluestacks, если вы хотите поиграть и поддержать меня как автора данного канала, потому что с этого я получаю там маленькую копеечку, а каждая копеечка идет на развитие моего канала. Ну и также хотел бы рассказать об одной очень хорошей девушке под названием и ником Didi, которая делает круто дискорды, ссылку оставлю на нее, поможет наполнить, настроить ботов и многое-многое другое. Очень недорого и вообще грамотно помогает, поэтому обращайтесь к ней, я думаю без проблем сработайтесь. Ну а теперь по поводу экспедиции, в общем что вообще было, в 5 утра проснулся, думаю капец, вот я вообще выдал, но спорт делает свое дело, конечно я стал себя чувствовать лучше друзья, поэтому если есть возможность и вообще нету запретов, занимайтесь спортом, это вообще вас бодрит. Короче зашел сюда, в события, ознакомился, что работает, что не работает, не работает, только союзы библиотеки, это где мы перманентно ставим героев, когда прокачиваем, там 2-3 героя, неважно, ну и артефакты свершен времени, а также из божественных испытаний, когда уже в более поздней игре вы получаете на какого-то конкретного героя или на какой-то конкретный класс, там саппорт и магия, ну короче вы поняли, да, ловкачи, танки и силовики. Вот, потом думаю, ну-ка я зайду в темный лес, захожу сюда, нажимаю на охотничьи угодья и что-то подтормаживает, короче оптимизация была говно, русификации нет, вылетает и у всех пригорает, но прошел ровно там час, 15 минут, я не помню, час и 15 и все стало нормально, даже русский язык добавили. В итоге я нажал и было 2 варианта входа, я думаю это все, слева вы идете с рандомами, то есть вы выбираете какую фракцию вы будете использовать и только ее, это громилы, люди, там допустим могилы или лесники. Есть также пятый вариант, то есть этот игрок может играть за 3 фракции, это небесные, подземные и пространственные. Но когда вы пойдете не с рандомами, а допустим с вашей командой, то есть с вашими друзьями или с окланами, то скорее всего этот вариант возьмет тот, кто у вас более прокачен, или у кого более прокаченные пространственные, подземные или небесные, потому что он вам будет помогать. И фишка в том, что там есть боссы, которых надо бить естественно какому-то определенному игроку, исходя из его фракции, потому что фракционные преимущества никто не отменял. Я такой думаю ладно, ладно, а второй вариант, я захожу и начинаю регистрацию, то есть я являюсь лидером комнаты и кидаю инвайты, да, то есть приглашение к своим друзьям и с окланом. И оказывается, друзья, что не обязательно надо быть именно в клане, чтобы пойти, если вы, допустим, ну просто являетесь другом, то есть друзей можно тоже приглашать, вообще без проблем. Поэтому или с оклана, или друзья. Все, я накидал инвайты, кто захотел со мной пойти, и мы залетели туда. После этого вы попадаете в охотничьи угодья, тут перед вами открывается карта, и первое, что бы я хотел вот прям заострить внимание, это поддержка, потому что это третий вариант развития событий, потому что первый вариант, вы идете с рандомами и просто фармите, да, все топовые титулы и награды. Второй, вы идете со своей командой и более сплоченно и быстрее это делаете. И третий вариант, вы можете быть просто болельщиками. Все, болельщиков у каждой пятерки 10, это максимально, и в правилах написано, что в первые 48 часов каждый игрок вашей пятерки может добавить всего лишь 2 болельщика. 48 часов проходит, типа, уже ограничения нет. Кто вступит сюда к вам в болельщики, тот вступит. Но вы можете поставить верификацию, вот здесь галочку внизу, да, или убрать, или поставить. Или, допустим, нажать на шестеренку и закрыть, не показывать героев, как они у вас прокачаны болельщикам, и также не показывать сумку болельщикам. То есть, кто-то хочет скрыть свои тактики, потому что сейчас за рейтинг ничего не дадут, а потом за рейтинг, естественно, будут давать. Но, как вариант, менее прокачанным игрокам, допустим, вот, они недавно вступили в клан, прошли 16-ю главу, да, там, 15-40, и они хотят получить эти награды, тем более там дают вкусные Т3 камушки. И сейчас перед вашими глазами появились эти награды. И фишка в том, что не участвуя, они их все равно получат. То есть, вот эти награды получают те, кто потеет. Ознакомились, да? Кстати, все эти скрины есть в моем Дискорде. Зайдите, ознакомьтесь. И вторая награда, это вот награда тех, кто будут не потеть, а будут просто болельщиками. Не особо-то и отличается, я вам скажу, да? Прикольно. Вот, так что награды, и по поводу вариантов развития событий вы теперь знаете. Теперь по поводу меню. Титул один на всех, то есть на всю пятерку. Сверху указаны игроки. Зеленые значки в виде фонариков. Это говорят, точнее, говорит о том, что они находятся онлайн. Те, которые не горят, они не онлайн. То есть, и также подсвечивается ник. Помимо этого показывается БР, вся статистика, следующие награды, когда вы на титул нажимаете, какие вы получаете. Ну и задания, которые вы должны выполнять, чтобы этот титул, естественно, следующий получить. А следующий это эксперт. Это уже будет третий титул. Вот так. В лагерях вы смотрите, какие лагеря есть у вас, а также у вашей пятерки. Все очень просто. С левой стороны дополнительное меню и также показывается, кто сидит в чате, кто дерется, а кто просто оффлайн в данный момент. Именно вот здесь, вот в этой экспедиции охотничьего годия. Сверху показано, сколько городов у вас захвачено. У меня 8 из 8. Но поначалу будет 6 из 6. И также вот эти простые клетки, они не идут в счет. То есть, это просто дорога, которую вы строите. Но когда вы деретесь с противником, учитывается, победили вы без потерь, чтобы восстановить вот эти куриные ножки. Помните, по такому же принципу, вот та старая экспедиция и работает и здесь. 3 куриные ножки в час. Чтобы атаковать босса, надо 12. Чтобы атаковать ячейки, тоже надо 12. Вот. И изначально вы должны определиться, каких 10 героев вы выберете. Потому что дальше, я так понимаю, добавлять героев нельзя. Это максимальное количество, которое вы будете использовать на постоянке. Вот. Поэтому надо будет определиться. И, допустим, в Магиво Рожденных по урону очень классно себя показал, кто Один, Грежу, Дэймон. Это прям вот они сильно выделились. Шемку я не использовал. Изабеллы у меня нет. Изольт как-то плюс-минус. Но он у меня толком по персоналке и по мебели не прокачан. Но Дэймон, Грежу, Один и Кильтур, кстати, с фары тоже неплохо. Очень хороши. Ну и Сайлос помогает своими уколчиками и восстановлением здоровья. Команда практически не умирает. Так что как-то вот так. Все. Вы ячейки захватываете, лагеря захватываете и идете дальше. Теперь есть тут линейные боссы в виде Горво, Лиди Ли, Лики Тамбелинды и так далее. Каждый босс обладает каким-то набором навыков. Это все почитаете, ознакомитесь. И также, когда вы наносите урон, вы получаете сундуки. Эти сундуки открываете, здесь есть руны. Руны дают очень хороший буст. Но каждая руна на конкретного героя. Поэтому здесь сделали, типа знаете, такую кассу взаимопомощи. Между вашей пятеркой вы постоянно будете обмениваться рунами, а также шмотками. Потому что когда вы открываете эти сундуки, есть вероятность, что вам упадет не та шмотка или не та руна на вашего героя. И тогда, передав ее другому игроку за ту фракцию, в которой он играет, он прокачается и вы пойдете дальше. Понимаете? В другой раз он открывает сундук и, допустим, ему падает тоже какая-то там лабуда. Но эта лабуда нужна вам. И вот так вот вы постоянно взаимодействуете. Ну и каждый сундук дает по-разному. То есть простые там чуть больше того, серебряные чуть больше этого, ну и так далее. Ну и история боев показывает, какой урон кем наносили. Но фракционное преимущество тут работает, будь здоров. И вот, допустим, мы какого-то босса тут добили. Ну, допустим, не лику. Ну, кого-то мы хлопнули, да? А, нет, да, лику побили. Давайте откроем этот сундук и увидите. Вот, собственно говоря, что мы в нем получили. Все. Если кому-то что-то надо, я захожу, допустим, в сумку. Это вообще прикольная реализация. Тут мы видим, кто делает запрос, на что именно делает запрос. И я, если обладая этой реликвией или этим артефактом, или этой руной, я просто ему ее даю. Как вариант. Также вы можете посмотреть, что я запросил. И общий журнал. То есть, кто кому что подарил. И фишка в том, что, допустим, вот это у вас. Все, что есть, да? Общее. Это что есть в общей копилке. Другое. Это то, что есть у кого-то, но не показывается в общей копилке. А можно также по фильтру посмотреть каждого игрока. Если, допустим, когда я захожу и вижу, что вот эта руна, она нужна, допустим, там, я не знаю, какому-то игроку, я могу ее просто переместить ему конкретно, допустим, если я знаю, что она для фракции людишек или лесников, или закинуть в общую сумку. А из этой общей сумки он ее уже возьмет и использует. Но ни в коем случае не продавайте. Это невыгодно. Да и, в принципе, если вы будете обмениваться, вы прокачаетесь гораздо сильнее. Я вот про это как раз-таки взаимодействие и говорил разработчикам, что так именно и должно быть в экспедиции. А не то, что мы их продаем, сами индивидуально прокачиваемся, а командности у нас никакой нет. В общем, функция просто бомбезная. Ну и потом здесь все посмотрите и ознакомитесь. Таблица лидеров по серверу и среди друзей. Я думаю, это прекрасно понятно. Каждую, в принципе, пятерку можете посмотреть, кто на каком месте и у кого какой прогресс. Это очень тоже важно. И журнал, журнал взаимодействий. То есть, что кто делает, кто кому что дал. И, соответственно, потом можете за что-то предъявить, друзья. Вот. Чат есть отдельно на каждую пятерку, да? Склад, это ваша команда. И вы также можете вашу команду как-то назвать иначе. Но стоит это 500 кристаллов. Вот. Каждый раз. Так что, я думаю, что не надо тратить 500 кристаллов, уча оставит так, как есть. Так что это по основным меню. Ну и герои прокачиваются вот таким вот образом. То есть, вы заходите в героя, у каждого есть какой-то определенный уровень. Первый, второй, третий. И в зависимости от прокачки, также сначала идут там синие. Вот эти вот артефакты. Потом уже будут фиолетовые. Сейчас у меня уже четвертый уровень на подходе. Это легендарный. И вот эта руна, которую вы получаете за фарм босса. Но я так понимаю, что эта руна по характеристикам растет вместе с тем, как вы возносите героя. Когда вы заполняете полностью все три артефакта. В этот раз их всего три, друзья. Ну и можете также посмотреть характеристики вашего героя. Но грэжу красавчик. Я не жалею, что я шинку поменял на грэжу, друзья. Вот это по основным моментам. Также вот карта. В принципе, она выглядит немного. Вот эти линейные боссы я показал. Следующий босс, которого мы добиваем, это Хазард. Давайте покажу, кто как его бил. Я нанес 76. Но ребята потратили энергию на линейных боссов. Ну и вот грэжу, к примеру, да. Тут накидал, смотрите, 63 миллиона. Это еще до прокачки. Сейчас он у меня еще прокачан сильнее. То есть добиваем эту пятерку и переходим в следующие земли. Пока ее открыть, к сожалению, не могу. Видите, надо получить эксперта. Так что вот такие вот дела. Ну и что вам еще показать? Давайте чат гильдии покажу. Там, в принципе, есть фишечки. В лесниках лучше, больше всех урона наносит Эйрон и Ящерка. Естественно, естественно. В громилах София. Также, кто там, Дресс. Вот Дресс, да. Крен, я думаю, хорошо будет разносить. В лесниках еще можно поставить Респена и новенького Енотика. Тоже будет раздавать жестко. Вот. И тут были также пачки показаны, как били Белинду. Ну, по Белинде я там вообще вжаривал. Ну вот, зато, смотрите, Аталия. Аталия Айнс, допустим, против этого Хазарда. Смотрите, да, как Айнс с Аталией вжаривает. Хотя от вины там и прокачаны. Матрас также и Альбедо. В общем, вот вам как вариант пачка тоже. Если пойдете за смешанные команды. Потом идет Грежевый Зольт. И вот я тут наносил по Хазарду этим Грежевым. Просто ребята там взяли, кинули. Так, это опять Тайкон показывает меня. Это снова, по-моему, Тайкон. Да, я тут Белинду просто разносил. Видите, Дэймон и Грежев вообще нормально по Белинде били. Белинда это линейный босс. И что-то, по-моему, тут еще кто-то показывал. Вот что-то про Хасаса там говорят. Для приоритета реликвии выбирайте те, для которых у вас есть особые руны. А, ну, понятно. Это понятно. Да, вот если у вас руна есть на какого-то героя, делайте упор на него. Потому что не факт, что вы эту руну получите как бы вообще. Понимаете, да? Выбор-то большой из могильников. Руна просто может не упасть вовсе. Так, вот еще Тайкон тут что-то сбросил. А, вот он бил Лику, это линейный босс. Да, использовал Эйрон и Ящерку. Смотрите, Эйрон сколько тут вжарил. Кас, ну, дай бог, там 5 лямов всего накидал. Даже Лика 3.74. Ну, может быть, Лика там толком не прокачена. Вот Лев бил тоже. Эйрон, да, тоже Лика. Прям вообще там напинал. Ну, если еще кого-то найду, давайте покажу. Все равно инфа как бы нужная. Аэнс с Аталией. Вот они, линейного тоже босса били. Это Гарво. Смотрите, Двины 20 миллионов. Сколько нанесла Аталия и сколько нанес Айнс. Ну, Айнс там на максималках плюс 39 из 9. Аталия плюс 30. Может быть, еще парочку вам скринов найду. Ну, что-то чат не грузит. Ну, в общем, как-то так, друзья. Все. Вот такая вот экспедиция. Дальше буду вас держать в курсе всех событий. Давайте мы, наверное, может быть, вынесем эту последнюю пятерку. Я не знаю, у меня накопилась энергия. Заодно получим. А, и за босса. За босса вам забыл показать, что когда бьешь босса, награды вот такие. 2 400 и за охрану 1200. 3 отряда и босс. Давайте атакуем. Так, ну, накопилось, да, накопилось. Давайте, давайте хлопнем. Дэймон и Один. Ой, да тут с лихвой мы должны их вообще отпедолить. Дэймона, конечно, подставлять под нару, это такое. Давайте грежу, наверное, поставим. Ну, вот как-то так. Драться на их 4, это, конечно, не Камильфо. Тут что-то мы потекли. Мне это не нравится. Можем вот так вот поставить вперед. Изольда убрать, допустим. И поставить сюда нару. Которая вытянет Салису. Она опасна тут. Сколько не София, опасно, сколько Салиса. Ну, давай, Дэймон. Живем, живем, братцы. Да, вообще идеально. Смотрите, мы закончили бой за 20 секунд. Никого не потеряли. Но тут это не роляет, потому что это босс. Вот в чем прикол. Это не роляет, это босс. А, и то есть, то есть мы должны сначала получить эксперта, чтобы туда пройти. Прикиньте, то есть нам осталось совсем немножко. И тогда мы только откроем. Капец, друзья. Ну, это какая-то дичь просто. Энергии у меня, в принципе, немного. Но, блин, захватить бы какой-нибудь тут лагерек посильнее. Или добить, допустим, вот этого босса. Ну-ка, у меня есть камень? Да, камень есть. То есть вот босса мы потом добьем. Получим оставшиеся сундуки. Вот этот вот серебряный. И надеюсь, что что-то годненькое отсюда упадет. Ну, собственно говоря, все рассказал, все показал, как есть. Ничего не утаил. Надеюсь, вы это заценили. Всех обнял. Всем пока.